МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире конгрессмены представили резолюцию, осуждающую этнические чистки в Арцахе, историческое село Бичанак на Хеджепани. Музей геноцидов получил ценные архивные материалы о хамидовских погромах, начатые реставрационные работы церкви-крепости Лори Бетт. Саако Ванисям победил азербайджанского соперника, став бронзовым призером. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Члены конгресса США Анна Эшу и Крис Смит представили двухпартийную резолюцию, осуждающую проведенную со стороны Баку этническую чистку армянского населения Арцаха, призывающую администрацию президента Джо Байдена принять немедленные шаги для привлечения Баку к ответственности за геноцидальную агрессию. Автор представленной резолюции Крис Смит отметил, ужасные зверства и этнические чистки, направленные со стороны Баку против армян, проживающих в Арцахе, не отменяют права армян жить мирно и свободно на своей древней родине, исповедовать свою веру, следовать своим обычаям, говорить на родном языке. Резолюция признает принудительное изгнание со стороны Баку более 100 тысяч армян из Арцаха актом этнической чистки. Помимо этого, резолюция призывает США способствовать установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, что обеспечит освобождение всех незаконно удерживающих армянских военнопленных и гражданских заключенных, в том числе бывших политических лидеров Арцаха, гарантируя право на возвращение армян в свои дома под гарантиями безопасности. Историческое село Бичанак на Хадживана расположено в районе верхнего течения реки Нахадживан, ниже Сисянского перевала, на дороге из Шахбуза в Сисян. Бичанак – одно из крупных сел Шахбузского района, расположено на берегу реки у подножия леса. Историческое армянское название села – Опик. В древности местность также была известна под названием Марний Кошт. До переселения армян село называлось Бычанак, в дальнейшем в армянской литературе называлось так же. В лесу, примерно в трех километрах от нынешней деревни, находится разрушенное село Марний Кошт. Там по сей день сохранились руины армянской церкви. В окрестностях расположенного источника по дороге в Сисян обнаружено множество армянских надгробий, что свидетельствует о древнем армянском поселении. Выше нынешней деревни, в Баттабадте, находятся руины средневекового армянского села. Среди них – разрушенная церковь, кладбище, следы домов. Когда прекратилась жизнь в селе Марний Кошт и когда было основано нынешнее село, неизвестно. Известно следующее. В 1677 году Шариф Хан разрушил село и предал часть населения Мечу. Чрезвычайный полномочный посол Республики Восточной Армении в Италии передала Музее Института геноцида недавно обнаруженные архивные документы, содержащие подробную информацию о преследовании погромов армян и других христиан в Османской империи в конце XIX века. Большинство из них – оригиналы, подробно описывающие всю реальность, произошедшую в вышеупомянутый период. По словам директора Музея Института, в сотрудничестве с итальянскими исследователями мы готовимся опубликовать архивные документы. Посол уточнила, отец Салватори оставил очень интересные свидетельства о преследованиях и погромах армян и христиан в период правления султана Османской империи Абдул-Хамита в 1894-1895 годах. В сотрудничестве с итальянскими авторами армянского происхождения будет опубликована книга, основанная на исследовании архива. Начались реставрационные работы церкви крепости Лориберд, которые осуществляются по проекту реставрации, составленным научно-исследовательским центром историко-культурного наследия. Согласно графику, подготовлена строительная площадка, подобраны необходимые для восстановления виды камней. Очищен скопившийся на крышах слой грунта, проводится обвязка настилов для основных восстановительных работ. Саак Ованисян весовая категория 80 кг победил азербайджанского соперника, став бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Борец вольного стиля Гаги Казарян на чемпионате Европы до 17 лет в Сербии завоевал золотую медаль. В финале Казарян победил россиянина Осмаева со счетом 9-3. Еще одну бронзовую медаль завоевали Армен Папекян весовой категории 48 кг и Егиши Моссесян весовой категории 65 кг. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, вестерн Армении 2 не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!